Продолжение следует... А? Да, вот перчатки их приготовил я. Нужно еще... Мы чтобы договорились, что каждый раз, как на связь выходим, с чего-нибудь будем учиться новое. Да? На кровати тоже будем прыгать, но попозже. У меня есть специальная кровать, как ты помнишь. И на ней я пока не могу. Но скоро смогу, я думаю. А? Морковка? Она сажается очень просто. Он знает. И чтобы перед тем, как посадить ее в огород, весной это происходит, вот как сейчас, нужно подготовить, значит, так называемую рассаду. Рассаду... Что это значит? Это значит стартовое какое-то растение, такое стартовое, которое потом мы пересаживаем, и оно уже без наших усилий, дополнительных обереганий сможет расти дальше. Уже принимая, как бы, природные явления свободно. Но для начала надо помочь, потому что зернышки слабенькие, и чтобы росточек пошел хорошо развиваться, надо ему помочь. Надо создать специальные домашние условия, чтобы потом морковка была хорошая, спелая и вкусная. А, начинаем, да? Хорошо, извини. Я просто не знаю, там слышно меня вообще? Ага, ага. Значит, земля нужна. Маленькие ячейки такие, домики для морковки. У нас их всего шесть, но будет больше простоят. Для тебя хотел показать на примере, как это делается. Засыпаем землю. Землю, вот, видишь? Ага, в каждую, да? В каждую по чуть-чуть. Правильно, молодец, хорошо, что подсказываешь. В каждую по чуть-чуть. По чуть-чуть совсем. Вот. Земля должна перед этим дома постоять, чтобы набрать тепла комнатного, вот, прям из огорода нельзя землю брать и сразу сажать, потому что нет смысла, можно тогда сразу в огород посадить. А так как мы хотим, чтобы тепло семечком было, которое мы сажаем, надо комнатной температуры. Дальше. Весело уже? Нет? Ну, знаешь, весело будет зимой, когда мы будем с тобой морковный пирог есть. А? Да, будет очень весело. Ну, ты же любишь морковные пироги? Вот, смотри, перчатки Беда Андерсон мне подарила. Морковные, говорят, специально морковные перчатки для рассады моркови. Вот. Но в перчатках неудобно семечки ковырять, поэтому я их снял. И в каждый домик мы прячем по два морковных зернышка. Раз, два. И сюда. Раз, два. Если у нас всего шесть домиков, и в каждой по два, то сколько всего зернышек нам надо? 64? Ну, Финтус, ну, какие, как же, 64? Ну-ка еще раз. Два зернышка в шесть домиков прячется. Сколько получается зернышек? Ты меня удивляешь, Финтус. Ну, посмотри. Два, четыре, шесть, восемь, десять, двенадцать. Двенадцать зернышек спрятались в свои домики. И потом каждое зернышко еще, каждое зернышко присыпает чуть-чуть землей. Чуть-чуть. Это лишнее. Вот. Чуть-чуть. Не совсем чуть-чуть. Землей присыпаем. Все пока понятно, Финтус? Ты потом сам попробуй, и пришли мне видео, хорошо? Видео. Так называется, да? Ага. Я не знаю, как это все работает у вас. Слышно меня там или не слышно? Вот просто думаю, что все получится. Вот. И вот такая вот у нас история получилась. Как думаешь, это уже готово? Нет. Еще не готово. Почему? Потому что надо это спрятать на какое-то время, пока не появятся первые стебелечки в дом. Но перед тем, как спрятать еще, нужно еще полить. Ой, не здесь, извини. Вот здесь. Вот. Чуть-чуть поливаем. Ой-ой-ой. Хорошо. И потом, значит, надо завернуть в пленку. Да-да, я знаю, я сам не люблю пленку, но в данной ситуации это необходимо сделать. Почему? Чтобы зернышки не замерзли. И чтобы создалась благоприятная для них... Ветер дует. Ох. Благоприятная для них атмосферка. Вот. Ага. Домики можно взять не обязательно картонные, потому что они гнутся и очень неудобно, да? Можно взять домики пожестче, да? Пластиковые, например. Вот у нас в полиэтилене завернуты семечки. А что им нужно для того, чтобы расти? Кислород. И чтобы был кислород, им надо сделать дырочки. Вот. Ой. Ой, что-то я увлекся. И потом... Финдус! 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 Слышно меня? А? А, слышно, хорошо. Нужно отнести это в темный сарай. На 2-3 дня. И наблюдать каждый день, чтобы появились, проросли стебелечки. До завтра! Ага. Надоело тебе, да? Ну, пока, мой дорогой. Потом, как появятся стебелечки, я тебе покажу. Хорошо? Пока! Попробуй тоже, и мне пришли все. Или покажи как-нибудь. Ладно? Все, пойду в сарай. Еще прилам накормить надо. Пока! Привет, гостапсин! Привет, гостапсин!